10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Доброе утро. Руслан Кудайбергенов давно планировал открыть свою ферму, переехал в село и составил бизнес-план. У нас обучали, как развивать бизнес. Сейчас вот получил кредит в этом году. Скот купил, 14 голов. Сейчас у меня дойные коровы. Молоко сдаем, молоковозник приезжает утром. В прошлом году в Акмолинской области льготные кредиты получили 220 человек. Самые активные – жители Бурабайского, Зерендинского и района Биржана-Сала. В 2018-м обучении основам предпринимательства прошли 1672 Акмолинца. В 2018-м году мы хотим прокредитовать не менее 385 человек. Мы еще будем сопровождать эти проекты. То есть мы юридическую, бухгалтерскую помощь, какие-то налоговые моменты. То есть помогать предпринимателю вести свой бизнес. К слову, финансирование идет как по линии кредитных товарищей, так и через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Большая часть предлагаемых проектов связана с развитием животноводства и сферы услуг в лидерах салоны красоты, швейные и ремесленнические мастерские. Вадина Смогулова, Евгений Шенкаренко, Анатолий Поляный, Акмолинская область, Хабар-24. А вот в Актюбинской области дорожная карта бизнеса воспользовались полторы тысячи предпринимателей на общую сумму 24 миллиарда тенге. Только в Хабдинском районе за последние три года выдано займов на 200 миллионов тенге. На эти средства сельчане открыли ателье, гостиницы, птицефермы и теплицы. Лейла Ауэсова встретилась с участниками госпрограммы. В этой мастерской шьют одежду и приданное для невест в национальном стиле. За подушками и одеялами приезжают даже из соседних регионов. Чтобы открыть ателье в селе Хабда, Роза Далиева взяла 2 миллиона тенге в рамках дорожной карты бизнеса. Еще 800 тысяч по этой программе получила на покупку оборудования и материалы. Под 6% кредитовались. Мы, конечно, очень рады, что у нас появилась еще такая возможность, что до 2025 года мы можем еще в дальнейшем расшириться, есть планы. И еще, конечно, открыть рабочие места. Самый главный вкус и качество нашей продукции, свое мясо, без никаких добавок, без примесей. За счет льготного кредита в Хабде запустили и цех по производству полуфабрикатов. В сутки здесь готовят 50 килограммов пельменей и котлет. Семейный бизнес развивает Ахтоты и Сингильдиева. Дочь главы крестьянского хозяйства участвовала в проекте «Бастау бизнес». Открыла магазин, теперь в планах выпускать кондитерские изделия. Цех выпускает до 6 видов мясных полуфабрикатов. Готовим по домашним рецептам, поэтому наша продукция пользуется спросом. Хотим построить еще и кондитерский цех, чтобы обеспечить односельчан свежей выпечкой. Наверное, и в этот раз воспользуемся дорожной картой бизнеса. Развивают в Хабдинском районе и придорожный сервис. Здесь построили гостиницу и ресторан. Со следующего года финансирование по этой программе планируют увеличить еще на 2,5 миллиарда. В итоге на льготные займы смогут рассчитывать 500 субъектов малого и среднего бизнеса. Лайла Уэцова и Бегдаутов, Октюбинская область, Хабар, 24. По поручению главы государства действия программы «Дорожная карта бизнеса» продлят еще на 5 лет до 2025 года, ежегодно направляя на ее реализацию 30 миллиардов тенге. Такое финансирование позволит открывать как новые предприятия, так и расширять действующие. В Курмангазинском районе Атараусской области сельские предприниматели подготовили 40 проектов на расширение бизнеса. Однако из-за недостатка средств одобрения получили лишь 10. Теперь у людей появился реальный шанс развивать свое дело. С планами одной из сельских предпринимателей, создавшей семейный бизнес, познакомился наш корреспондент Виктор Сутягин. Хлеб ржаной и бородинский, из муки грубого помола белый, а еще батоны, булочки, соеки, пироги. Всего в ассортименте пекарни райцентра Курмангазы 80 номинований продукции. Только хлеба здесь выпекают 2,5 тысячи буханок в сутки или по-иному. Примерно 70% от всего потребления хлебобулочных изделий района. Завоевать рынок помогло одно – качество хлеба. Знаете, чем мне наш хлеб нравится? Он внешне очень красивый, но главное – его запах напоминает мне запах того хлеба, который когда-то пекла моя бабушка. А начинала несколько лет назад сельская предпринимательница Гаухар Булатбаева почти с нуля, восстанавливая старую пекарню. Продала квартиру. Но этих средств на современное оборудование, конечно, не хватило. Печи все чаще стали выходить из строя. По словам Гаухар, иногда неделями на сон остается несколько часов. Всю ночь приходится обзванивать ремонтников или искать запчасти, лишь бы не оставить людей без хлеба. Помогает ей в этом сын. Поручение главы государства помочь малому и среднему бизнесу, направив на его развитие 30 миллиардов тенге в год, дает шанс и для обновлений Курман-Газинской пекарни. В первую очередь нам нужно поменять две печи, поставив автоматизированные и совмещенные с другим оборудованием. Ремонтировать старые уже просто устали. А еще необходимы две автомашины для развозки хлеба. Наша «Газель» тоже дышит на ладан. Автомашины нужны, чтобы развести хлеб по 120 точкам. Они не только в райцентре Курман-Газы, но и во многих окрестных селах. А еще хлеб от Гаухар идет в школы, больницы, детские сады. Но хлебопеки думают о расширении так немалого ассортимента, если проект получит поддержку государства. В первую очередь открыли пряничный цех и выпустили пряники разновидностей. Были они глазурные, сахарные пудры. Сейчас пряники завозят из России. Если была бы возможность, мы бы сами выпустили и испекли бы не хуже. Продление действия программы «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года поможет реализовать свои планы многим сельским бизнесменам. У нас в районе было подготовлено 40 проектов для расширения бизнеса. Однако из-за недостатка средств одобрения получили лишь 10. Теперь у людей появился реальный шанс развить свое дело. Построить теплицы и кафе, парикмахерские СТО, открыть швейные мастерские и другие нужные людям объекты. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и Жандос Рахметуллин, Атараусская область, Хабар 24. Из охваченных кризисом Венесуэлы ежедневно уезжают порядка 5000 жителей. Большинство граждан этой латиноамериканской страны бегут в Перу и Колумбию. По данным ООН, в последней сейчас находятся около миллиона венесуэльских переселенцев. Отмечу, экономический кризис в Венесуэле длится уже долгое время. Ситуация в стране приобрела тяжелый характер из-за дефицита товара. Значительно ослабла и экономика. Вместе с тем, еще около полувека назад Венесуэла была одной из богатейших стран Латинской Америки. Стоит отметить также, что именно эта страна является крупнейшей в мире по запасам черного золота. Между тем, десятки тысяч британцев потребовали нового референдума по отмене выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Организаторы протестной акции называют ее крупнейшей за последние два года. В ней участвуют более 60 тысяч человек. Один из идеологов движения – столичный мэр Садих Хан. Уверен, у правительства нет шансов на выгодное соглашение с ЕС за пять месяцев до момента Икс. Две опции есть сейчас у правительства. Плохая сделка по Брекзиту или, что хуже, вообще никакой. Они бесконечно далеко ушли от того, что обещали два года назад. Британское общество впервые в истории должно получить возможность высказаться о результатах переговоров. Это может быть плохое соглашение или никакого, но с возможностью остаться в Евросоюзе. Многие из молодых людей, которые пришли сегодня, не могли отдать свой голос два года назад. Многие из собравшихся были обмануты в своих ожиданиях. В 2016 году около 52% избирателей проголосовали за выход из ЕС с минимальным отрывом, обойдя сторонников сохранения статуса КВО. Многие участники акции считают, что сегодня результат был бы совсем другим. Между тем, сторонники Брекзита говорят, что новый референдум привел бы к большому конституционному кризису, что нарушит существующий порядок. Уникальная возможность понаблюдать за редкими птицами в их естественной средеобитании появилась у казахстанских школьников. В Кургальжинском заповеднике при поддержке американского посольства запустили уникальный проект. Зарина Бесебина рассказывает. В эти выходные Кургальжинский заповедник посетила последняя в этом сезоне группа учеников по программе экологического воспитания. В течение трех дней дети изучали здесь основы орнитологии, то есть наблюдали за редкими птицами в их естественной средеобитании. Необычный квест для юных натуралистов организовало посольство США в нашей стране. После победы в нехитром конкурсе у детей появилась возможность хоть и на пару дней, но все же окунуться в дикую природу. Сейчас мы рассматривали одно из маленьких озер этой системы, которая здесь находится. И с помощью биноклей мы рассматривали птиц. Правда, мы не смогли рассмотреть фламинго, но были другие, допустим, гуси, бакланы, которые в данный момент там просто пролетали. Ну, здесь это был просто очень хороший вид на нашу степь, так как я впервые здесь нахожусь. Потому что раньше я все видел, когда проезжала на поезде, а сейчас я именно нахожусь здесь и могу увидеть своими глазами. А посмотреть действительно есть на что. В Кургальшинском заповеднике обитает более 500 видов птиц, 40 из которых занесены в Красную книгу. Это единственное место в Казахстане, где можно встретить экзотических фламинго. Правда, гнездится в этих краях розовая птица только весной и летом. Такой информации школьники до поездки сюда не владели. Все потому, что современная школьная программа по экологии очень ограничена по содержанию, говорят, в орнитологическом центре. Решить проблему могут как раз такие образовательные проекты. Помимо навыков и знаний, дети здесь становятся коммуникабельнее. Приезжая на пару дней, они живут в общем гостевом доме, в котором все продумано до мелочей. Здесь даже есть мастерская, где дети сами делают скворечники, которые становятся домами для местных птиц. Группу мы начали привозить с прошлого года. Более 250 школьников прошли наш курс. И знаете, самое удивительное, дети уезжают, дают нам клятву, у нас уже ритуал, что мы больше не будем мусорить, мы будем беречь окружающую среду и будем рассказывать людям, как это нехорошо, когда затеряется окружающая среда. Проект экологического воспитания учеников продлится до февраля следующего года. После чего Министерству образования будет презентована специальная школьная программа по орнитологии. В нее войдут спецкурсы теоретических и практических занятий для пятых, шестых, седьмых и восьмых классов, которые, возможно, включат в государственную школьную программу. Зарина Бесембина, Наур из Базаров для Хабар-24 из Акмолинской области. На главном поле столицы сейчас проходит традиционный турнир по мини-футболу Хабаркап-2018 среди СМИ. В этом году он посвящен памяти писателя, общественного деятеля Шерхана Муртазы. На стадионе «Астана-Арена» находится моя коллега Лариса Гречихина. Доброе утро, Лариса! Сколько команд играет в этом году? Доброе утро, Арестан! В этом году участие принимает 16 команд. Отмечу, что изначально заявки подавали 30. Это говорит только о том, что популярность турнира из года в год растет, а в этом году он проводится уже в четвертый раз, то есть его уже по праву можно называть традиционным. Также отмечу, что команды среди СМИ представляют не только Астану, но и регионы. В этом году приехали команды из Павлодара, Талдыкургана и Тараза. Ну а более подробно и информативно о турнире нам расскажет директор телеканала «Хабар» Ерлан Игисинов. Доброе утро! Расскажите, уже не в первый год агентство «Хабар» проводит этот турнир. Какие новшества, идеи, что вообще интересного можно сейчас здесь увидеть? Через несколько минут я отмечу, что начнется церемония открытия. Да, вы правы, Лариса. Этот турнир «Хабар Кап» уже стал по-настоящему традиционным, и он вызывает очень большую популярность не только даже среди средств массовой информации, но и среди вообще любителей футбола, так как «Хабар Кап» объединяет очень много команд, как вы правильно сказали, практически из всей страны. И что могу сказать, что в этом году этот турнир наш приурочен в памяти ушедшего недавно нашего казахского выдающегося писателя, журналиста Шерхана Муртазы. Я думаю, что здесь собрались, конечно, все самые лучшие команды, которые представляют сегодня средств массовой информации. Ну и в первую очередь это, конечно же, еще один очень хороший способ пообщаться коллегам, коллегам, профессионалам здесь в неформальной обстановке. Какие призы, подарки ждут победителей и призеров турнира? Призы и подарки здесь, конечно же, очень хорошие, они традиционно всегда хорошие. У нас ожидаются достаточно крупные денежные призы, кубки, медали. Также могу отметить, что здесь помимо первого, второго, третьего места, здесь еще отмечены победители будут по номинациям, по десяти номинациям, но это уже по-настоящему спортивная номинация. Лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший вратарь. Вот и тому подобное. Спасибо вам большое. Ну а я добавлю, что все самое интересное сейчас происходит там, на поле. Матчи начались в 9 часов утра и будут продолжаться в течение всего дня. Позже мы расскажем все подробности в прямом эфире. Арестан? Лариса, я хотел вот задать вопрос, спросить. Вот накануне, вчера буквально легендарный футболист Леонель Месси получил травму, сломав руку в одной из игр. Как там у нас происходит? Есть ли тяжелые какие-нибудь травмы или может быть все обошлось? К счастью, конечно, здесь у нас все обошлось, здесь у нас ребята берегут себя, но Леонель Месси я хочу пожелать только скорейшего выздоровления. На этом у меня все, Арестан. Что ж, спасибо. Напомню, с турнира по мини-футболу среди средств массовой информации со столичного Астана-арены нас информирует Лариса Гречихина. Казахстанский боксер Даниар Ильусинов за раунд отправил американца в нокаут и одержал четвертую победу в профессиональном боксе. 27-летний казахстанец выступил в рамках вечера бокса на арене TD Garden в Бостоне в шестираундовом бою. В полусредней весовой категории ему противостоял американский боксер Мэтт Дуэрти. Этот поединок завершился победой Ильусинова техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, наш соотечественник одержал четвертую победу в профессиональной карьере и еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. К этому видео здесь все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин